Кощунство, не знающие границ. Назначение, которое спасло Киевскую святыню. Талант, подаривший Киеву настоящий шедевр. Святыня XII века. 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 Святыня XII века Хありна XII века. Святыня XII века. Святыня XII века в В. стал сын военного и государственного деятеля Великого княжества Литовского, опекуна Киевской митрополии Константина Острожского, князь Константин Василий Острожский. В историю он вошел как ревностный защитник украинских территорий от татарских набегов и борец за политическую и религиозную независимость западно-русского народа. Поэтому неудивительно, что практически всю свою жизнь князь занимался опекой украинских святынь. Не стало исключением и Кирилловская церковь. Чтобы возобновить пришедший в упадок храм и монастырь, вдохнуть в них новую жизнь, в 1605 году Константин Василий Острожский из Острожского монастыря Святого Креста перевел в Кирилловский своего любимца, игумена Василия Красовского-Чернобрывца, которому предстояло переложить обваленные своды ветвей пространственного креста и реставрировать саму церковь. Что новый игумен и принялся делать. Новые своды Кирилловской церкви стали на полтора метра ниже. Не обошлось и без досадных моментов вроде мародерства. К началу XVII века Киев стремительно разрастался. Поэтому киевский подвоевода Филон Стрибель позволил всем желающим селиться за городским валом на Аболоне. Здесь и осело немало людей, среди которых был и помощник подвоеводы Войтех Соколовский. В его владение вошли остатки древнерусского и орданского монастыря, которыми он распорядился по своему циничному усмотрению. Предприимчивый помощник подвоеводы использовал монастырский кирпич для строительства собственного дома. Но и орданским монастырем он не ограничился. Также вытащил саркофаги из ниш Аркасолия в Кирилловской церкви и использовал их в качестве строительного материала в своем имении. То ли на этой почве, то ли игумен Кирилловского монастыря Василий Красовский просто положил глаз на собственность Соколовского, но игумен начал методично выживать помощника подвоеводы. Сначала в 1608 году кирилловские монахи избили и ограбили людей Соколовского, а в 1609 году они сожгли ему сено и навес с кирпичом. Пострадавший подал в суд на настоятеля монастыря, но тот длительное время там не появлялся. А когда его обязали возместить ущерб, он подал встречный иск, в котором обвинил Соколовского в присвоении сундука с сокровищами монастыря, который якобы был найден при разборке древних стен. Свидетельства об этом имеются в книге Магдебургского права городской ратуши воеводства Киевского. Свидетелем Красовского был некий монах Яков. Вот что он рассказал родмистру Михаилу Шишко-Жилковскому. Внутри Кирилловского храма в стене жертвенника слева сокровище от первых древних православных христианских князей замуровано. Он, виклипавши это, храм Господен залупивши, забрал, и, чтобы тот поступок свой укрыть, а церковь ту в конец разорить, между тем недавних чисел месяца июня 14-го дня и 16-го дня, года 1608-го, погнал челядь. Дело шло с переменным успехом и закончилось в 1612 году. Причина тому – смерть Войтыха. Василий Красовский пережил своего оппонента на два года и умер в 1614. За эти девять лет опеки над Кирилловским монастырем он успел восстановить разрушенный алтарь, жертвенник, левый угол притвора церкви, а также столбы и окна, сбитую со стен штукатурку и поврежденную кладку. Завершил ремонт бань и сводов. Было устроено три престола. В честь Святой Троицы, Святого Кирилла Александрийского, Архангела Михаила. Храм был заново освящен и переименован в Свято-Троицкий. Но облагороженная церковь простояла недолго – 30 с небольшим лет. В 1648 году началась национально-освободительная война под предводительством Богдана Хмельницкого против Речи Посполитой – государства, в которые входили территории современной Польши, Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Молдовы, Южной Эстонии и Западной России. И летом 1651 года заместитель руководителя вооруженных сил Великого княжества Литовского, гетман литовский Януш Радзевилл, обманом и коварством взял Киев. Торжественный въезд в столицу Украины через Золотые ворота зафиксировал голландский художник Абрахам ван Вестерфельд, который пребывал в его свите. А вот горожанам было совсем не до торжеств. Войска Великого Гетмана Литовского учинили жестокую расправу над киевлянами и опустошили город. Кирилловская церковь, как и многие другие киевские храмы и монастыри, была разграблена. Очередное возрождение и монастыря, и церкви пришлось уже на время правления другого гетмана Ивана Мазепы. При его поддержке, при игуменах Иннокентии Монастырском и Дмитрии Ростовском монастырь увеличил свои владения, велись масштабные строительные работы. В 1687-1997 годах были построены четыре боковых купола. На фасадах сбиты полуколонны, тесовую кровлю церкви заменили на железную. Интерьеры храма расписали художники Киево-Печерской иконописной мастерской Олимпия Галика. Это, а также ряд других изменений, положили начало формированию нового стиля. Но, тем не менее, церковь снова не смогла долго красоваться своими новыми нарядами. В 1734 году произошел большой пожар. Для ликвидации его последствий пригласили известного украинского архитектора Ивана Григоровича Барского. 12 лет продолжались работы по проекту Барского. За это время во дворе был возведен комплекс каменных сооружений. Монастырь окружен мощными стенами с четырьмя угловыми башнями. Была обновлена и сама церковь. Григорович Барский на западном фасаде возвел барочный фронтон волнообразного абриса, который украсил лепным орнаментальным декором, окна каймил наличниками с орнаментальными пальметами, баням придал грушообразную форму, чем и завершил формирование нового для Кирилловской церкви стиля украинского барокко. Новым ударом для святыни стал указ настоящей украиноненавистницы Софии Августы Фредерики Ангольд Цербской. Или, как говорят россияне, настоящей русской императрицы Екатерины II, чьи руки по локоть в украинской крымско-татарской крови. В 1775 году по приказу русской императрицы, выписанной из Германии, тогда именуемой Пруссией, был уничтожен оплот украинской государственности Запорожская сечь. А еще через три года императрица Всероссийская благословила своих головорезов на другое преступление. Она велела выселить из Крыма всех христиан. Тогда это называли освобождением единоверных братьев-христиан из-под Магометанского гнета. А в 1786 году русская императрица добралась и до украинской святыни. Согласно ее указу, Свято-Троицкий Киево-Кирилловский монастырь был ликвидирован. А еще через 20 с небольшим лет одна из древнейших православных святынь стала больничной церковью при психбольнице, где служили только панихиды. Хоть и делалось это как бы в рамках ликвидации большого церковного землевладения, истинная причина такого кощунства была совсем другая. Еще в 1784 году Троицкую Кирилловскую церковь посетила императрица. Увиденное привело ее в бешенство. Стены святыни были украшены казацкими портретами со стихами во славу войска Запорожского. Поэтому она и приказала живопись закрасить, а обитель закрыть. Так начался очередной черный период в истории церкви. Своеобразной ложкой меда в бочке дегтя стал 1860 год, когда под поздними наслоениями штукатурки и красок обнаружили уникальные фресковые росписи XII века. Произошло это при весьма интересных обстоятельствах, граничащих с настоящим чудом проявления икон. Во время богослужения от стены отвалился кусок извести. Священник Орловский посмотрел на образовавшуюся дыру, а оттуда на него глядел лик святого. Находка батюшки стала открытием общегосударственного масштаба. Фрески решили расчистить. Руководителем реставрационных работ назначили известного архитектора Александра Беретти. Но работы выполнялись плохо. Несколько фресок было почти уничтожено. Беретти со скандалом отстранили от работы. Через несколько лет история повторилась с Владимирским собором. Тогда стены почти достроенной святыни вдруг дали трещину. Вслед за ними треснули арки и перекрытия. О том, чтобы установить на Владимирский собор купола, не было и речи. Архитектора также отстранили от работы. Следует сказать, что неудачи с двумя украинскими святынями стали началом черной полосы в жизни известного зодчего. Оставшиеся 30 лет жизни он почти не работал по специальности и умер, будучи психически больным. Кирилловской церкви повезло больше, чем Александру Беретти. Обнаруженные в 1860 году фрески были впервые открыты и скопированы в конце XIX века. Событие это оказалось связано с одним питерским гостем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова